Приветствую вас дорогие зрители и подписчики моего канала. Мы продолжаем нашу кампанию за Португалию в Европе Универсалис 4 и сейчас 1 января 1451 года. После того как Португалия расторгла союз с Арагоном, отношения конечно немного ухудшились. Но при этом все еще есть возможность вернуть расположение арагонцев. И в будущем есть вид на то, чтобы заключить с ними военный союз снова. Хотя Арагон загоняет себя в определенные рамки и в очень плохие условия. Сейчас они ведут войну против Венгрии за Рагузу, помогают своим союзникам в Венеции. И при этом их отношения с Испанией тают. С Кастилией и возможно у них будет война еще и на этом фронте. Хотя кто знает. В общем-то они сами роют свою судьбу. Наше дело это только улучшать отношения с ними. И возможно если Арагон будет все еще в состоянии противостоять Кастилии, когда-то мы выступим против этого испанского монстра, который занимает огромную территорию, владеет огромной силой на его стороне. Хотя может быть инициатором войны будет и Португалия. Но всегда есть план Б, так как у меня хорошие отношения с Англией. И именно Англия будет залогом того, что Кастилия не будет атаковать и прессовать нас в ближайшем будущем. Пока что нужно все усилия направить на то, чтобы вассализировать Марокко и начать уже колонизацию. Хотя бы побережье Африки. Хотя у нас открыты уже определенные части в районе Южной Америки. В побережье Южной Америки, в районе Бразилии. И уже подбираемся к Карибскому заливу. Что ж, на такой ноте можно отпустить таймер с паузы и посмотрим, что нас ждет дальше. Какие новые авантюры нам предстоят? Напомню, в борьбе с повстанцами мы потеряли значительное количество своих войск. И это было роковой ошибкой с нашей стороны. Пожалел я немножко своей казны. 30 дукатов не стоили того, чтобы ради них так рисковать и жертвовать. Ставит ли это под угрозу военную кампанию против Марокко? Вряд ли. За полтора года, которые у меня есть, точнее за два с половиной, еще есть возможность набрать огромное число рекрутов. Плюс у меня есть наемники, на которых я могу полагаться. Но не факт, что в ближайшем будущем нас не ожидает еще каких-нибудь потрясений, восстаний или войн. Хотя число союзников сократилось до трех. И таков шанс уже гораздо меньше, чем раньше. Тарагон нас постоянно тянул в какую-то авантюру и кабалу. И хорошо, что мы вовремя с этого дела соскочили. Так, нам сообщают, что влияние на польского кардинала мы утратили. Эх, ну. Вполне можем позволить себе вернуть его снова. Правда, тут нам на пятки буквально наступает Англия. Швейцария ее догоняет. Фальц тоже, но, надеюсь, далеко им до нас. А тут только Польша. Все остальные противники и не противники вовсе. Интересно, как обстоит дело у Бургундии. Она единственная борется за такого достаточно влиятельного кардинала будущего. Возможно. Ну, а у Венгрии... Ого! В Венгрии и Папская область соревнуются. Что ж, ну, это их право тратить свои очки влияния подобным образом. Итак, снимаюсь с паузы. По чуть-чуть идет время. Я не спешу пропускать интересные события. Мне очень важно смотреть за тем, что происходит на мировой карте. И смотреть за тем, как развиваются отношения между Арагоном, Кастилией, Британией, точнее Англией. И что происходит на Южном фронте. Как себя ведет Алжир. Как себя ведет Тунис. И что происходит у Марокко. Так, наш корабль следовательский прибыл. И подлежит сейчас ремонту. 78% очень скоро станет на ноги. Отправим его заново. Никаких новых миссий нам не предстоит пока что. По чуть-чуть идет рост казны. Нашей. И как я и планирую, в следующей кампании против Марокко нам придется рассчитывать, кроме тех войск, которые у нас будут в наличии. Рекрутов у нас не будет. Так как 9500 рекрутов необходимо, чтобы обеспечить нашу армию солдатами. И придется опираться, скорее всего, на наемников. Административные очки у нас растут. И очень-очень скоро мы сможем изучить национальные идеи. Это четвертая часть административных технологий. Которые дадут нам возможность, очень важную возможность, выбрать одну из национальных, выбрать одну из идей национальных. Так, видим, у Кастилии что-то происходит. Они подтягивают свои войска к границам гранады и почему-то зашевелилась сама гранада. Что ж такое? Означает ли это, что они готовы провести военные действия? В общем-то, сейчас можем проанализировать. Гранады нет в врагах Кастилии, но претензию... Претензию на аннексию гранады они все же имеют. Либо они сейчас готовы переправлять свои войска флотом в какое-то другое место. Интересно, куда. Но зашевелились они, это очевидно, и дело пахнет керосином, а возможно, военными действиями. Я так могу сказать. Не назвать эту ситуацию. Так, это у нас конец апреля. Англия сообщает, что они выбрали вариант поддержать дом Ланкастеров, когда произошло событие Война Рос. Хорошо. Что у нас с флотом? Фактически отремонтирован. Можем посылать его. В общем-то, на дальнейшее исследование побережья Южной Америки и Северной Америки. Может быть, на этот раз нам удастся продвинуться дальше. В середине уже близится время 1451 года. Англия перетянула одеяло с кардинала Брока. А у нас не хватает очков, чтобы забрать, вернуть его преданность себе. Придется подождать. В остальном у нас вроде все. Все неплохо. Неплохо идет развитие. Пока что в спорах о порядке наследования мы участвовать не будем. рекруты пополняют наши армии. Пока что нам доступно только 8 полных полков. И на следующий месяц мы сможем таки изучить новую технологию. Но нужно подождать 1 июня. А пока можем продолжить небольшой исторический экскурс. И поговорим об Афонсу Пятом и его неудавшемся крестовом походе. Точнее походе, в котором он должен был участвовать, но так и не поучаствовал. Так, что? Предложение заключить династический брак от державы Англия поступило нам. Это даст нам повышенный шанс рождения наследника, но наследник у нас есть. И будет положительное изменение легитимности за год. Плюс 0,2. Две десятых. Наличие двух династических браков окажет на Португалию следующее влияние. Так. Но наша легитимность изменится на минус 5 после заключения соглашения. Соглашаюсь. Это укрепит наши отношения с Англией на самом деле. И у Англии, конечно, тяжелые времена. У них чувствуется восстание. 9 тысяч пехоты, 9 тысяч кавалерий. Ну что ж. Но у них огромное число войск. 25, 29, 30. 30 полков у них есть на подавление 18 тысяч солдат вражеских. Я думаю, им этого хватит и они успешно с этим справятся. Что ж. Уберем с паузы. Посмотрим, как будут развиваться дальнейшие события. Отлично. Нам теперь доступна новая технология. национальные идеи. Что она даст? Даст доступной сделает группу идей. паузы. если бы нас выросли быстрее дипломатические очки, то мы смогли бы уже строить док, к примеру, рынок и торговая дистанция увеличилась бы, если бы мы выбрали переход на четвертый этап дипломатической технологии. Ну ладно. Выбираем. Тратим, конечно же, тратим. Почему бы и нет? В любом случае это бонус. И мы можем себе позволить выбрать свободную ячейку, выбрать одну из идей. Из восьми возможных идей, которые будем развивать. Так как мы с вами уже обговаривали эту тему, для Португалии самым актуальным было бы выбрать либо исследовательские идеи, либо экспансионные идеи. Причина актуальности этих идей в том, что нам станет доступен колонист и мы сможем заняться к колонизации земель. Как было исторически верно для Португалии как раз в эти времена. Так, ну давайте сравним исследовательские и экспансионные идеи, на которые придется потратить дипломатические очки. И там, и там первым бонусом будет колонист. Только в исследовательских идеях вторым бонусом следует путешествие в новый свет, позволяет вербовать исследователей конкистадоров, которые нужны для того, чтобы открывать территории на суше. Дело в том, что кораблями мы открыли только побережье, а чтобы, к примеру, углубиться на территорию Бразилии, или Северной Америки, или Африки, нужно нанять конкистадоров. Тут же нам будет доступен доступной колониальной компании, плюс один купец. Следующее, это исследование заморских земель увеличивает колониальную дистанцию на 50%. Для Португалии это крайне важно, так как очень тяжело будет колонизировать Африку и перепрыгнуть с африканского побережья на Южную Америку. Не хватает нам колониальной дистанции, чтобы это сделать. Даже если побережье Гвинеи мы колонизируем, к примеру, Кабо-Верде, острова Зеленого Меса, мы, как мне что-то подсказывает, не дотянемся с нашей колониальной дистанцией, которая равна 160 очкам, мы не дотянемся до ближайших колоний в Южной Америке. А если и дотянемся, то хотелось бы выбрать более выгодной колонии и не тратить время на неудачников, как говорится. Так что вот тут, конечно, в этом выигрывает. Время путешествия колониста минус 33% не столь важны на самом деле, можно и потерпеть. А вот прирост поселенцев плюс 33% это крайне важно для ускоренной колонизации. Дипломатические отношения плюс 2%, доход от пошлин плюс 20%, время постройки корабля минус 10%, ну корабли мы добываем благодаря воинам, еще один колонист, дипломатическая репутация плюс 3%, международное торговое влияние 20%, очень важный показатель, и доход от заморских провинций плюс 10%, в общем-то по всем показателям лучше всего выбрать исследовательские идеи, хотя кто хочет к примеру выбрать экспансионные идеи, тоже не прогадает. Окей, выбираю и воспринять новую группу идей, исследовательские идеи, мы можем выбрать за 400 дипломатических очков колониальные предприятия и получить в распоряжении одного колониста, пока что у нас их ноль, а можем подождать какое-то время и в ближайшем будущем выучить дипломатические технологии, перевести их на четвертый уровень и открыть для себя новые постройки, но я думаю лучше заняться колонизацией как можно раньше, хотя колониста придется спонсировать, где-то один дукат вход, в месяц будет уходить на него, но в результате мы получим провинцию, которую очень дешево будет национализировать, буквально до 10 очков будет стоить национализация, к примеру, Кабо Верде, ладно, потратимся, сейчас я чувствую себя нищим, 6 административных очков, 39 дипломатических, но зато имеем колониста, и конечно же отправляем его в Кабо Верде, чем хороши острова Зеленого Мыса, тем, что здесь нет туземцев, нет агрессивности, свирепости и большой шанс заселения, то есть туземцы не будут сбивать колонизацию, как например это могло бы быть в Рио-де-Ора, где очень агрессивно настроено местное население, их огромное количество, и буквально на середине колонизации могут прийти поселенцы, снести всю колонию, все придется начинать заново, то есть бюджет будет потрачен, а результат не достигнут. Хорошо, отправляем колониста и за его перемещениями сможем следить в нашей в нашем окошке активной информации. Так, 71 день продлится его путешествие на Кабо-Верде и 12% составляют шансы на успешную колонизацию. Что ж, через 71 день начнутся отчисления из нашего бюджета на колонизацию Кабо-Верде. Но зато мы получим плюс одну провинцию в будущем. А это даст нам возможность нанимать больше войск и сделает нас определенно сильнее. А усиливаться нам стоит, так как нам еще предстоит возможная борьба против внешнего агрессора, такого как Кастилия. Ну и конечно же марокканская компания, но я думаю с Марокко мы справимся до того, как колонизируем Кабо-Верде. Хотя кто знает, кто знает, что там с нашим кораблем. Наш корабль продолжает плавание. Ого, как перескочил. Достаточно быстро все это происходит. И середина 1451 года. Неплохой период с неплохой казной, но очень мало рекрутов у нас. Давайте вернемся к нашим баранам. Афонсу пятый африканец, как мы его знаем теперь. Активно включается в борьбу за Кастильский престол в 1474 году, когда умирает его зять король Кастильи Энрике четвертый. Женится на дочери Энрике четвертого Хуане Бель Транихе и стал опять претендовать на Кастильский трон. В битве при Тора в 1476 году Португалия потерпела поражение от католических королей, защищающих полученный Кастильский престол. Афонсу пятый отправился в Нанси, где безуспешно пытался привлечь на свою сторону французского короля Людовика XI. Стоп! Вот это вот тот прогноз, который мы затеяли. Кастилья сообщает, что они объявили войну державе Гранада. При этом они сослались на такой повод для войны, как возвращение. Ну что ж, это не очень приятное событие для нас, потому что если Кастилья овладеет Гранадой, а она и овладеет, так как заметьте, какое огромное количество отрядов у них. 24 плюс 7 31 тысяча воинов против 7 тысяч это верная победа. Я надеюсь, это ударит по экономике Кастильи, но в будущем, конечно, когда эти территории присоединят к себе Кастилья, это будет просто жесть. Но хорошо, хоть это не война с Арагоном. У Арагона есть еще время окрепнуть и потом ввязаться в гонку вооружений сначала, а потом возможно и в союз с нами и в борьбу с окрепшей Кастильей. Ладно, этому мы не можем попрепятствовать. Главное, что нас не зовут поучаствовать в этой войне. Пусть воюют сами. Влияние Гранады на Сивили уменьшится, но при этом пропорционально увеличится влияние Кастильи. Конечно, у Гранады нет шансов, у Кастильи огромное количество армий, хотя модификатор водное препятствие минус 1 влияет негативно. Ну что ж, можно посочувствовать Гранаде, она оказалась втянутой в такую неравную борьбу. Так, продолжим исследование, чего-то мы сбились с курса, сбился с курса наш кораблик. Отлично, колонизация началась как мне показывают и у нас уже 10 поселенцев. Замечательно. Старт есть. Чтобы колонизировать, нужно, чтобы количество поселенцев достигло тысячи и когда это случится, будет создан первый город. Польша отбирает у нас влияние на кардинала. Помню, до этого у нас это влияние отобрала Англия. тут-то мы допустили скорее всего роковую ошибку, разделились и в результате и не тех не можем контролировать и других. При этом Кастилия выбивает кого? Австрию выбивает, а Бургундию выбивает, что нам выгодно. А Польшу выбить мы увы не сможем. Ладно, посмотрим. Вдруг нам дадут еще какую-то миссию или объявят это еще в каком-то событии. Так, ну это война, кроме того, что принесет убыток Кастилия увеличит ее престиж. Это минус. Минус для нас, но пока Кастилия наш союзник. В общем-то сильнее они, сильнее наш союз. Я бы так мог это сформулировать. У нас уже практически 400 дукатов очень богатыми мы становимся. Еще пройдем путь небольшой и будем отправляться назад. Скорее всего в октябре отправим в середине октября отправим наш корабль в обратное плавание. Еще один месяц пройден. Англия справилась со своими бунтующими. Новости Святейшего Престола. Брок стал новым кардиналом и его поддерживает Португалия. Как мы верно выбрали, кого стоит поддержать. Он заменил Верджи, который находился под дьявольским влиянием державы Бургундия. Просто замечательно. Мы выбили Бургундию. Но при этом конечно Венгрия продолжает контролировать папскую курию. Что ж, 27 Арагон и Польша. 41 и у нас 40. Теперь мы точно перегоним Польшу, так как у нас дипломатические очки растут, вернее очки влияния на папу растут куда быстрее. Больше у нас бонусов. И у нас будет еще один кардинал которого мы будем поддерживать и возможно это путь к влиянию на папский престол. Отпускаем паузу и смотрим что происходит дальше. Идет активная экспансия гранады аннексия и гранада ничего не может противопоставить. Кстати, а кто воюет на стороне гранады? Алжир что ли? Стоп, 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 вот это уже не очень хорошо. 138 сражался до конца династический брак Кастилия и Навара сражается с державой Кастилия при этом союз с нами и у Кастилии союз с нами союзники сражаются друг с другом и это никак на нас не влияет. Но мы в войне не участвуем. Может со стороны Алжира идет определенное негативное влияние, которое стоит заметить. Агрессивное расширение, другая религия. Нет, пока что не замечено никакого влияния. Странно, но ослабление Алжира нам тоже на руку в какой-то мере. возвращаемся. Восстание в Сафе очень-очень неприятное событие нашей армии и так подкушено. Восстание просто может свести весь прогресс к нулю. что ж отбиваем восстание в любом случае это единственное что мы можем сделать. Может быть подавление восстания как-то позитивно скажется на обстановке в этом регионе. Никто не говорил что будет легко в то время пока Марокко готовится к войне мы продолжаем бороться с повстанцами. Эх! А риски восстания достаточно велики. Можно конечно попробовать мирным путем справиться но к чему нам трата дипломатических очков. Объявим Марокко нашим вассалом и тогда все решится. Так ну вроде битва идет в нашу пользу причем очень хотя негативный модификатор водное препятствие есть. Ребята давайте погибайте я не хочу тратить много отрядов в этой войне мне нужно сохранить отряды для войны с Марокко отлично победа на нашей стране но потеряли мы тысячу человек почти год восстанавливать ну жесть зато военные традиции поддержали делим армию отправляем отряды в Касабланку под предводительством Афонсу 5 и отпускаем груз паузы смотрим что у нас с восстаниями процентаж уменьшается усталости от войны нет но очень негативно влияет сверх расширение и с этим ничего пока поделать не можем а пока что Испания может позволить себе Кастилья аннексировать гранату и ей будет не так тяжело как нам определенно что ж время истекает 1452 год осталось подождать полтора года и закончится перемирие с Марокко будем ли мы готовы к этой войне с каждым восстанием наши шансы на победу тают ну задействуем Кастилью что ж поделаешь так приграничный конфликт и тут отношения не уменьшаются замечательно пусть воюют ребята Марокко так и не нашла себе союзников все пытаются враждовать гранаты но вряд ли Кастилья опустит их эх что там с нашим корабликом прибыл нет пути 54% ну фактически успели вовремя отправили назад что происходит на мировой карте у Новгорода огромные проблемы зато Московия шествует победоносно порабощая новгородцев и очень сильно расширился Крым из остального золотая орда точнее османская империя решила проблемы с повстанцами теперь повстанцы мучают мучают Венгрию но это тоже нормальная ситуация еще один месяц мы пережили количество войск у нас по чуть-чуть растет 8800 рекрутов еще необходимо потом еще максимума достигнуть 17000 рекрутов и еще одна война на носу как-то с этим делом у нас не очень хорошо но мы можем кстати обогнать больше можем и сделаем это итак тяжело переживая свое поражение притора он даже помышлял о том чтобы отречься от престола и не возвращаться в Португалию из Франции и мечтал совершить паломничество в Иерусалим однако Людовику 11-му удалось уговорить Афонсу вернуться домой по мирному договору заключенному Алька Саваши Афонсу Пятому полностью Пятый полностью отказывается от претензий на Кастильский престол а Испания отказывается от претензий на Северную Африку в 1477 году Афонсу Пятый отрекся от престола в пользу сына Жоана Второго который вскоре вернул королевство своему отцу в том же году между прочим в 1481 году Афонсу Пятый умер от чумы я надеюсь наша Афонсу проживет хотя бы лет 10 чтобы преемник мог вступить чтобы не регенский совет правил у которого очень низкие показатели а именно преемник риск восстания особенно велик в Сеути и Касабланке пора переправлять туда войска и желательно с кавалерией вперед ребята действуйте 27 марта 1452 близится середина года и останется только год до конца перемирия можно будет начинать нашу военную кампанию при этом в тылу иметь возможное восстающие провинции так к сожалению кардинал сбораски сменил своего покровителя на державу Польша но это у нас перетягивание каната идет но при этом очки у нас капают растут очки влияния и мы вскоре вернем свои позиции что у нас происходит с колонией 100 поселенцев еще 900 и город будет поселение будет основано и колония превратится в нашу провинцию дипломаты наши работают 69 87 Алжиру не дадут сбежать от союза с нами отношения у нас не теряются а как же у Кастилии 137 да что-то что-то происходит по-моему негативное насколько я понимаю а нет но во всяком случае можно будет отправить дипломата к примеру Рагон уже опять готов к положительным отношениям с нами 66 69 даже возможен союз но пока что не будем просто сохранять шанс и все нам этого будет достаточно я думаю стоит отозвать этого дипломата и направить на улучшение отношений с Кастилией для нас это будет ценнее эти армии можно объединить да и данная армия итак блестящий министр скорее всего что-то хорошее нам повезло мы назначили на пост министра выдающегося человека который наверняка принесет государству немало пользы улучшить систему управления у державы увеличится 50 административных очков престиж увеличится на 25 стабильность увеличится на 1 либо улучшить положение армии у державы увеличится 50 военных очков размер морских традиций на 10 увеличится и военных традиций на 10 я возьму пожалуй ага ну тут престиж молоко уйдет так как он у нас и так 97 но зато стабильность плюс 1 и стабильность хорошо повлияет на риск восстания уменьшит его и 50 административных очков с которыми у нас проблема вот бы дипломатические дали очки хотя с другой стороны если выберем армию 50 военных очков это мы близимся к изучению военных технологий которые откроют нам путь к оружейным мастерским число рекрутов плюс 25 это как раз наша проблема местное время формирования полка минус 10 процентов стоимость полков провинции 5 процентов снижает стоимость а нужно всего 534 так как влияние соседей 5 процентов подконтрольный кардинал оказывает положительное влияние 6 очков срубает Каимбра университет 5 процентов хотя каков рост у нас по-моему 4 заход то есть фактически мы очень скоро ну в течение 10 месяцев это 40 12 в течение одного года дойдем а вот стабильность нам нужна потому что восстание нас просто убивают что дает стабильность стабильность дает международное торговое влияние 1 процент защита от шпионов риск восстания минус 1 доход от налогов плюс 10 стоимость стабильности выше эффективность миссионеров 5 десятых процента и так риск восстаний насколько он снизился но определенное снижение есть минус 0 86 легитимность дает 2077 так дипломат наш вернулся замечательно отправляем его на улучшение отношений с Кастилией хотя посмотрим можем ли мы улучшить влияние на Папу дипломат и улучшить отношения 91 на 9 нет лучше с Кастилией и ближе и объявлять войну потом будет удобнее 23 мая Марокко продолжает нанимать войска ну а у Гранады нет шансов теперь только вопрос времени когда опять Британию штормит опять у них проблема с повстанцами увы стоп Польша перехватила возвращаем кардиналы назад Бургундия никак не уступает свое первенство борется за двоих кардиналов хотя тут у них конкурентов нет вот Франция взялась надеюсь догонит перегонит и отобьет это будет очень ценно для нас когда уже Венгрия утратит влияние так наш наша ранее Карака уже восстановилась можем продолжать исследовать побережье или Карибский залип давайте давайте попробуем все-таки нам очень важно открыть торговый узел в этой территории и со временем поиметь там колонии потому что судя по торговой карте именно оттуда к нам идет приток если у нас тут будут товары мы в Севилью можем направить особое количество дукатов которые потом поимеем свою казну так что же у нас уже 8 полков полных плюс 1 к стабильности и риск восстаний по чуть-чуть снижается но совсем по чуть-чуть все-таки он очень высок начнем войну с Марокко он еще еще больше станет так стоит снять с паузы Алжир пока что никак не страдает от этой войны Арагон Венгрия и Рагуза Гранада и Алжир воюет только с Гранадой или с Алжиром тоже непонятно в общем-то достаточно непонятно но в любом случае все что происходит нас пока что устраивает эх вот да и приближается та славная дата тот славный момент истины давайте увеличим скорость событий течения мы понемножку восстанавливаем нашу легитимность после того как у нас был заключен династический брак с Англией и нужно внимательно следить за войсками противников интересно что у нас с бюджетом армия у нас стоит на полном обслуживании но пока что пусть так и будет содержание колоний нам обходится аж в два дуката не в один дукат как я думал а в два но при этом у нас доходы очень велики так что мы все еще получаем стабильную хорошую прибыль колония уже взрастила 145 колонистов и дальше их число будет только увеличиваться шанса что колония колонизация сорвется нет так как нет туземцев которые могли бы воспрепятствовать этому так пауза следим за нашим кораблем паузу отжимаем меня интересует открыли мы торговый узел вот он где-то тут чтобы его открыть нужно плыть дальше давайте сначала откроем неизведанную область тут видим сколько новых островов мы открыли достаточно богатых и доступных для колонизации не сейчас но в будущем точно 9 октября 97 мы еще можем позволить себе открыть торговый узел как раз и в ноябре отправится наш корабль уже в обратное плавание я думаю так будет разумно замечательно торговый узел открыт пролив ямайка если мы первыми колонизируем это место это будет золотая жила для нашей казны что ж отправляемся на Мадейру они прекратили усилия так наш дипломат прекратил усилия по улучшению отношений и отправляется назад скорее всего уже прибыл нет один день остался ему отлично готов к свершениям у Гранады уже аннексирована основная провинция столица осталось только подождать когда падут бастионы Гибралтара и Альмерии но это случится совсем скоро на самом деле 9 полков у нас уже рекрутов 7404 необходимо для пополнения состава армии 18 18 из 19 26 из 28 можно было бы конечно нанять барки но пока что это не столь важно беречь финансы но у нас их очень много на самом деле ох какие проблемы у Англии 26 отрядов против 27 Англия так всех своих рекрутов лишится но ослабление Англии тоже идет нам на пользу на самом-то деле потому что в будущем она будет основной наш конкурент в колонизации и в море в океане в торговле если это так можно назвать что я хотел сделать я хотел отправить своего дипломата дипломата нужно отправлять отправлять куда-нибудь 66 тут 151 тут то есть отношения выросли 144 улучшены до 100 союзов нет это главное союзов нет замечательно нежелательных союзов и у Алжира нет зато есть война которая портит его отношения с Кастилией не хорошо не плохо давайте к Римской империи отправим в Рим точнее в Папскую область 91 пусть на максимуме на максимуме держат отношения скоро все равно этот дипломат вернется обратно что ждем 1453 года и опять же будем подводить итоги за этот год готовимся к аннексии остальных провинций Марокко и к борьбе против Маракеша декабрь мы утратили влияние но уже можем вернуть его без проблем перегоняем мы Польшу скоро можем копить определенные силы на то чтобы у Арагона отобрать влияние на еще одного будущего кардинала 91 успевает без особых потерь опять же никаких новых миссий риск восстания по чуть-чуть снижается смотрим на работу колониста 190 поселенцев у нас уже есть у нас только корабль страдает на самом деле все остальные в порядке время подвести итог итог и составить прогнозы ну во первых смотрим на карту мира Англия страдает от восстаний Новгород фактически побежден Московией Московия планирует сильное расширение а проблемы у Венгрии все больше и больше у Османской империи все в порядке мамилюки вроде тоже находятся в хорошем положении Тунис не воюет против Триполи жалко Алжир продолжает военную кампанию но только вроде в войне в самой не участвует фактически граната потеряна скоро станет частью Кастилии Арагон прекратил наконец-то военные действия набрал достаточно престижа как кстати с престижем дела обстоят у Кастилии 19 престижа вроде даже и не увеличилось хотя нет вроде было 10 возросло на 9 показателей и конечно же смотрим на военную мощь Арагон 14000 пехотинцев 4400 кавалерий и нет рекрутов фактически слабо следующими у нас будет Кастилия Кастилия 20000 пехоты 11000 кавалерий 19000 рекрутов итог 31000 солдат жесть непобедимое множество с ее союзами Марокко 3000 пехоты 3000 кавалерий армия меньше нашей число рекрутов кавалерий правда количество кавалерий равно количеству кавалерий у нас число рекрутов 11500 777 то есть восстановить свои войска не смогут у нас 2646 кавалеристов 8264 воина и отсутствие наемников так Тунис 1000 1000 10000 ни о чем и Алжир интересно было бы глянуть 6500 11000 максимум рекрутов в общем-то я думаю кампания против Марокко будет успешной что ж наши дальнейшие действия продолжаем исследование Карибского залива Северную Америку попытаемся открыть часть побережья продолжим открывать побережье Южной Америки ну и конечно же продолжаем колонизировать острова Зеленого мыса побережье Гвинеи и через полгода нам предстоит новая война против против Марокко по-моему перемирие с Алжиром не с Алжиром а с Тунисом срок перемирия окончен вот так вот на этом я прощаюсь с вами и жду ваших дальнейших комментариев и ждите вскоре дальнейшие мои прохождения удачи вам и до следующих видео до следующих до следующих до следующих Продолжение следует...